Холод администрации маленького уральского города Ревда. Здесь в уголке на лавочке сидит и вяжет женщина. Ряд за рядом она плетет свою историю протеста. Светлана устроила сидячую голодовку, чтобы местные чиновники не покупали себе дорогую машину. Пожалуйста, возьмите БУ. В чем проблема-то? Зачем вам новая машинка? Вы можете ее подремонтировать, подделать? Нет, у нас все хотят вознестись куда-то подальше от народа, повыше. Лот она нашла на сайте госзакупок. Мэрия Ревды желает вот эту машину. Непременно в светлых тонах, с переключением радиоканалов на руле. Ее цена почти полтора миллиона рублей. Этот бюджет Ревды не по карману подсчитала женщина. В нем дефицит на 80 миллионов заложен. Да и дорог в городе для такой красавицы нет. Их почти не ремонтируют, коммуналка на ладан дышит, летом нет горячей воды. В общем, есть на что деньги потратить. Вот Светлана и решила устроить голодный перформанс. Так и расточительстве мэрии узнал весь город. И как-то пока не смело, но загудел. Как вы оцените такое их решение? Безобразие. Лучше бы дороги, наверное, подремонтировали, чтобы безопасность улучшилась. Эта голодовка для маленькой Ревды события. Правозащитных акций здесь не видели. Городзавод работал, терпел, ужимался. А тут голодная активистка со спицами под дверью мэра. Еще и требует прокурорской проверки бюджетных трат. Глава города тоже, видимо, с непривычки не нашелся, что ответить. И от журналистов избежал. Через пресс-секретаря велел передать. Без этой машины мэрии не жить. У пятерых автомобилей на сегодняшний день пробег превышает 200 тысяч километров. То есть нам необходим новый автомобиль сугубо для соблюдения правил безопасности. Акцию Светланы изо всех сил поддерживает местный депутат-оппозиционер. Он уже устал писать о местном беспределе в прокуратуру. Эффект нулевой. В прошлом году администрация уже купила две новых дорогих машины. И вот опять. А на голодный протест не ответишь отпиской. В составе депутатского корпуса города все работники одного из предприятий или людей, которые подчиняются этому предприятию, они же являются членами партии «Единая Россия» или его сторонниками. И те несколько депутатов, которые не входят в эту коалицию, они практически даже голосуя против не могут изменить ход событий. Светлана тем временем начала получать первую угрозу от анонимов в интернете. И связала почти половину голодного платья. Сидеть в мэрии намерена, пока чиновники не откажутся от своей дорогой затеи или пока не кончатся силы. В ревде, говорит, достаточно проблем, которых хорошо бы художественно вывернуть наизнанку. Так что, похоже, в маленьком уральском городе зарождается свое движение концептуального протеста. Туда, как думаете, пока голодаете, довяжете платье? Ну, надеюсь, да. Это будет символичное платье. Екатерина Пономарева для Настоящего Времени.